Неожиданно снежное утро. У кого-то вызвало фантомный запах мандаринов и хвои, а кто-то, не дожидаясь рассвета, отправился в ближайший шиномонтаж, чтобы переобуть своего четырехколесного коня. Улицы в снегу, а владельцы авто в мыле. Десятки машин стоят в очереди практически в каждой автомастерской. Одни не успевают отъезжать, как на их место прибывают другие. И вот уже никто не помнит, кто за кем занимал, а шиномонтажники сбились со счета, меняя колеса железных карет. По-моему, я 13-й, что ли, или 14-й. Вот если посчитать те машины, которые стоят, переобуваются, то, наверное, 14-й. Народа много сегодня? Да, народу очень много. С вчерашнего дня уже началась переобувка. Сколько уже сегодня переобули приблизительно? Приблизительно машин 20, наверное. О возможном снегопаде многие автомобилисты знали заранее. Говорят, специально следили за метеосводками. Че, раз еще узнал? Сразу шиномонтажку? Да. А как же? Сразу, а больше когда? А то, вон, Челябинск передают, Мордовию передают, там вообще все замело, и со льдом вдруг завтра будет. Конечно, лучше вообще защититься. Впрочем, для многих белоснежное утро стало сюрпризом. Однако на количество дорожных происшествий, по словам сотрудников ДПС, это никак не повлияло. Осадки сегодня на количество дорожно-транспортных происшествий не повлияли, однако мы можем заметить, что в утренние часы уже многие водители транспортных средств управляли автомобилями более осторожно, маневры были более плавные, связаны с тем, что выпал снег. Единственное, что сегодня не было у нас заморозков. Но расслабляться еще рано. В связи с тем, что по области ожидаются ночные заморозки, дороги могут превратиться в каток уже в ближайшие дни. Поэтому автовладельцам настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Иван Берг, Дмитрий Журавлев. Наше время.